По мнению российского эксперта, если карабахские армяне захотят получить паспорт Азербайджана, они будут обеспечены всеми правами, свободами, которые есть у остальных азербайджанских граждан. Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов рассказал, что вопрос так называемого статуса Карабаха является красной линией в урегулировании для обеих сторон. И здесь, безусловно, Армения занимается манипуляциями, как подчеркивал Владимир Путин, Карабах, согласно международному праву, это часть Азербайджана, если спустя два года после определения параметров урегулирования между Баку и Ереваном вопрос статуса, решение которого Москва изначально хотела оставить на потом, остается очень острым, возможно к его решению стоит подойти по-другому. Вполне логичным вариантом было бы оставить данную часть Карабаха на какое-то время в нейтральном статусе, то есть, из нее выводятся все незаконные армянские формирования, что прописано в трехстороннем заявлении, население также покидает Карабах, переезжает в Армению при содействии и обеспечении армянской стороны. Потому что многие армяне на эту территорию были переселены после оккупации территории, то есть это не их родные земли. В итоге на данной территории остаются российские миротворцы. Также можно предположить сценарий, когда Россия, Турция и Азербайджан могут обсудить размещение здесь же турецких наблюдателей для сохранения баланса и спокойствия Баку. Далее через какое-то время вся данная часть Карабаха возвращается под контроль Азербайджана. Потому что этого требует международное право. Как не раз заявлял официальный Баку, если карабахские армяне захотят получить паспорт Азербайджана, они будут обеспечены всеми правами, свободами, которые есть у остальных азербайджанских граждан. Я уверен, что азербайджанские власти сделают все, чтобы они чувствовали себя в Азербайджане нормально, вполне возможно, что будут построены и армянские храмы, чтобы они могли жить в том числе, соблюдая свою веру. Ведь в Азербайджане внимание оказывается традициям, верованием абсолютно всего населения независимо от национальности и вероисповедания. Как известно, в самом центре Баку стоит армянская церковь, в разных уголках страны действуют православные храмы, протестантские и католические синагоги, храмы албана-удинские и так далее.